Против кого будут дружить Украина и Англия? Ехидничали российские пропагандисты, комментируя очередную новость о сотрудничестве стран. Такие вопросы может задавать только тот, кто не знает истории. А исторические факты указывают на то, что два европейских государства, Британия и Украина, связаны не просто дружбой, а кровными узами. Корни совместной истории уходят в те годы, когда существовала легендарная держава Киевская Русь. Кстати, помните визит Бориса Джонсона в Софию Киевскую? Это было не случайно. В целом, Великобритания переживает сейчас свою историческую молодость. Для нее Украина 2022 года – это романтическое воспоминание об Англии 1940-го, когда она была один на один против союза Гитлера и Сталина, который до 1941 года снабжал Германию всем необходимым сырьем и продовольствием. И Великобритания видит себя в ситуации Украины, поэтому ее поддержка просто безграничная. Она решает многое. После открытого вторжения России на территорию Украины, как никогда актуальным стоит вопрос о союзе, партнерстве и международной помощи. Когда на тебя напала огромная страна, где на троне сидит маньяк, не жалеющий ни своих, ни чужих, дружеское плечо просто необходимо. И такое плечо для Украины нашлось в лице ряда цивилизованных стран, имеющих большое влияние в мире, таких как Великобритания. Итак, какие древние родственные связи обнаружились у Украины и Англии? Что искал премьер-министр Борис Джонсон в Софии Киевской во время визита в столицу? Как княгиня из Киева спасла английскую принцессу? Почему власти России так боятся союза Британии и Украины? На эти и другие важные вопросы мы ответим в нашем очередном выпуске. Поехали! Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время февральского визита в столицу Украины посетил знаменитый собор Святой Софии. Вопросы, которые задавал английский политик, показали его осведомленность и в очередной раз подчеркнули, что он получил образование в лучших мировых вузах. Например, Джонсон заинтересовался мозаикой Софийского собора, изображением Матери Божьей Оранты. Над ней есть цитата о нерушимой стене, которая не дрогнет и выстоит. Британский премьер сразу понял, что эта древняя надпись сделана на греческом языке и прочел ее еще до того, как экскурсоводы привели ему перевод. «Она не пошатнется, она устоит. Господь поможет ей выстоять на рассвете дня». Как это все напоминает современную Украину, выдерживающую удары российского монстра. Также Борис Джонсон обратил внимание на граффити, которое, что особенно интересно, выполнено на английском языке. При этом оно расположено в необычном месте – не на стенах храма, а на крышке мраморного саркофага, в котором похоронен Ярослав Мудрый. Граффити было сделано в те времена, когда легионеры из Британии служили в войсках многих европейских правителей, в том числе и киевских. Чувствовалось, что эта тема английскому гостю очень знакома и близка. Историки обнаружили свидетельство связей между правителями Украины-Руси и Великобритании. Примерно в 1028 году, после датского завоевания Англии, двое сыновей короля Англии Эдмунда нашли убежище при дворе князя Ярослава Мудрого. Хранит в себе Святая София и другое таинство. И, думаем, Борис Джонсон об этом тоже знал. Несколько столетий назад, во время вторжения Нормандии в Англию, принцесса Гита, беззащитная дочь погибшего короля Англии Гарольда II, спасалась бегством, чтобы ее насильно не выдали замуж за убийцу отца. Самозванец и узурпатор, захвативший власть в Англии, нормандский герцог Вильгельм бросил вдогонку за принцессой своих верных слуг. Кроме того, он предупредил правителей Германии, Дании, Франции и других стран. «Если примете у себя беглянку, пойду войной, опустошу и отомщу». Королевский титул Гиты был просто необходим агрессору. Почти все самодержцы, уважаемые короли и королевы, испугались. Не успевала беженка Гита, измученная долгой дорогой, переступить порог какого-нибудь дворца, ее тут же отправляли. «Прости, боимся войны». Как это все напоминает страшные современные реалии. И все же нашелся тогда в Европе один правитель, который не побоялся. И это была женщина, дочь строителя Софийского собора, князя Киевской Руси Ярослава Мудрого, королева Норвегии, впоследствии еще и королева Дании, Елизавета. Она не только обогрела сироту, но и поставила узурпатору Вильгельму ультиматум, что придется своим войскам к его воротам, если тот попробует ей отомстить. «Отныне эта девушка моя дочь», заявила Елизавета. Позже она воспитала Гиту вместе со своей дочерью Инги Гердой, будущей королевой Дании. А английская беженка, как известно, впоследствии стала женой князя киевского Владимира Мономаха. Вот такой вот интересный фрагмент совместной истории украинского и английского народов. Борис Джонсон во время посещения Святой Софии стоял как раз на том месте, где венчались Владимир Мономах и Гита Уэссекская. Прошло много столетий со дня описываемых нами событий. Теперь уже Украина, держащая удары российских орков, нуждается в помощи. И друзья из Англии одними из первых выразили нам поддержку. В то время как некоторые лидеры других стран стремятся сохранить лицо Путина. На самом деле, сохранить лицо Путина очень и очень просто. Тем более, я уверен, что это особенно важно для следующих поколений. Лицо Путина необходимо сохранить в формалине. Англичане, наряду с американцами, уже давно стоят костью в горле у враждебной к Украине страны России. Еще со времен царского режима вопрос противостояния Англии и России, в том числе и военного, был очень острым. И даже в периоды затишья власти «великой и могучей» делали все, чтобы вызвать у своего плебса неприязнь к англосаксам. Совершенно не уважая свой народ и не желая хотя бы немного приблизить его благосостояние до уровня Англии, правящий режим в России во всем винил внешних врагов. «Англичанка гадит!» Так объясняли россиянам, почему они живут в Г... ну, вы поняли. В то, что Иван до сих пор ходит в дырявых лаптях, виноваты, мол, не русские правители, а чужие. Американцы, англичане, немцы и так далее. Когда в России на смену империализму пришел коммунизм, придумали новый образ врага – буржуй в цилиндре, покуривающий сигару, иногда с мешком денег. Он тоже был виноват во всех бедах рабочих и крестьян. Пока коммунисты первых заставляли пахать на заводах за копейки, а у вторых забирали зерно и другую еду, доводя до голодной смерти. Буржуй, кстати, хотя и собирательный образ, но тоже англичанин, ведь его цилиндр изобрел лондонский шляпник Геттерингтон. С приходом к власти Путина образ врага в России засиял новыми красками. Несмотря на то, что во Вторую мировую войну англичане и американцы были союзниками СССР, а Германия противником, современная пропаганда в РФ раздувает образ врага именно из них. Когда мы слышим с экранов российских ТВ страшилки о мировом заговоре, о отлетворном влиянии Запада и прочую чушь, намек идет в основном на США и Англию. Кстати, если до 2017 года в путинской пропаганде на первом месте рейтинга врагов были американцы, то с приходом к власти Трампа, лояльного к РФ и лично Путину, англичане, американцев потеснили. Тем более в том же году официальный Лондон, опираясь на результаты референдума, запустил процедуру Брексита, после чего его риторика, уже не сковываемая рамками осторожного Евросоюза, стала в отношении Москвы еще более жесткой. Британцы и до этого резко осуждали аннексию Крыма, войну на Донбассе и другие агрессивные и противозаконные действия Путина. В том числе с их подачи Россия была исключена из большой восьмерки. Ну а в 2019-м, после прихода Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании, Украина почувствовала еще большую поддержку от этой страны. 30 лет назад официальный Лондон признал независимость Украины не сразу, но и особенно не затягивал. Если Польша с Канадой это сделали 2 декабря 1991 года, то Великобритания – 31-го, вместе с еще несколькими странами. Немногим позже были установлены двусторонние дипломатические отношения, открыты посольства. Если до распада СССР в британском политикуме относились к Украине как к части России, то с обретением Киевом независимости в Лондоне постепенно начали воспринимать Украину более серьезно. Были налажены не только политические, экономические, но и гуманитарные связи. Кроме того, за эти годы университеты Украины и Британии заключили несколько договоров, провели обмены учеными, а украинские студенты получили возможность пройти обучение в Королевстве. Стоит отметить и украинскую диаспору в Британии. По официальным данным, на территории страны проживает около 30 тысяч человек, имеющих украинское происхождение. В последние годы украинская община в Англии увеличилась. И если до 2014 года это объяснялось в основном трудовой миграцией, то с началом боевых действий и особенно открытого вторжения РФ в 2022 году на первый план вышла уже другая причина. Интересно, что шесть украинских городов имеют в Великобритании побратимов. К сожалению, три из них, Луганск, Донецк и Горловка, находятся сейчас под российской оккупацией. Было приятно наблюдать в 90-е годы, как в Луганск побратим Кардифа приезжали представители этого красивейшего европейского города, открывали центр Британика, а на входе в офис красовался веселый робот, который даже мог разговаривать. Сейчас Луганск контролирует пророссийские боевики террористической организации ЛНР, а в городе вместо роботов и других буржуйских технологий все чаще появляются либо красные звезды, либо бабушки с советскими флагами. Что касается предвоенных лет, то даже когда к власти в Украине приходили откровенно лояльные к Кремлю индивидуумы, например, как в 2010 году, королевство не прекращало сотрудничество с Киевом, хотя в тех условиях это было делать сложнее. С 2010 по 2012 год Лондон с разочарованием отмечал свертывание демократического процесса в Украине. Тем не менее, британцы поддерживали официальный Киев, когда тот включился в процесс подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Поэтому можно себе представить, какое недоумение у них вызвал Демарш Януковича, когда осенью 2013 года тот прогнулся под Путина и просто наплевал на все старания англичан и других партнеров, помогавших в вопросах евроинтеграции. И совершенно неудивительно, что во время Евромайдана британская сторона поддержала протестующих. Англичане не раздавали в Киеве печеньки, но все же сочувствовали Украине и понимали, что причина митингов – это не происки Газдепа и не мировой заговор, а обнаглевший Янукович, который почувствовал себя в Киеве царем. Ну а самые мудрые английские политики просто знали, что за профессором, отдавшим приказ на зачистку Майдана, стоит более сильный и циничный диктатор, который сидит в Кремле. Англичане неспроста поддержали Украину в тяжелое время. Сказать, что они на Россию давно имеют зуб – это ничего не сказать. Если в 80-е годы во время перестройки отношения Москвы и Лондона улучшились, то с приходом Путина они стали возвращаться в те дремучие времена железного занавеса. И это касается не только экономического противостояния, дипломатического, а также игрой-мускулами близ территориальных вод и воздушного пространства королевства. Российский президент КГБист и его агенты, которых можно вполне сравнить с террористами, неоднократно наносили Британии дипломатические оскорбления, когда совершали убийства именно на ее территории. Причем российская сторона исполняла эти карательные мероприятия в отношении оппозиционеров демонстративно, а иногда и просто топорно. Так что в торчащих ушах Кремля уже никто не сомневался. Вспомнить хотя бы отравление Аполонием Александра Литвиненко, покушение на Бориса Березовского и его странная смерть. Ну и, конечно же, прогулки Петрова и Баширова по Солсбери, когда они засмотрелись на шпили. А потом совершенно случайно были отравлены Скрипаль и его дочь. И это далеко не все примеры, когда россияне приезжали в Британию в поисках убежища, но щупальца Кремля, а точнее Лубянки, доставали их и там. Тем не менее, не стоит говорить, что королевство, поддерживая Украину, руководствуется лишь прагматизмом и желанием поквитаться с преступной российской властью. Многие факты указывают на то, что британцы были бы хорошими партнерами украинцам и в другое, более мирное время. Не забываем о том, что за годы сотрудничества между странами был налажен неплохой товарооборот, а в сфере услуг сыграли важную роль украинские IT-компании. Но путинская Россия, вторгшись в Украину, внесла существенные коррективы в планы сотрудничества. И теперь на первом месте у Украины и Британии, к сожалению, не говорящие роботы и не другие мирные технологии, а проекты, которые позволяют дать агрессору по зубам. Безусловно, оборонное сотрудничество в данный момент является ключевой составляющей в отношениях Украины и Великобритании. В качестве примера приведем операцию «Орбитал», которая стартовала по просьбе Киева в 2015 году. Была сформирована тренировочная группа британских инструкторов, которая направилась в Украину с целью помощи ВСУ. Вначале партнеры помогали украинским военным в области медицины, позже в борьбе со взрывными устройствами. Британия вместе с присоединившейся позже Дании в период с 2015 по 2021 годы в рамках операции «Орбитал» подготовила более 22 тысяч украинских военнослужащих. Также отметим, что украинские солдаты получили возможность обучаться в военных вузах королевства. С 2014 по 2021 в Британии прошли высококвалифицированную подготовку 90 украинских военных. Украинец Павел Лейси был признан лучшим иностранным кадетом Королевской академии сухопутных войск в Сангерсте и получил из рук принцессы Анны особую награду – международный меч. Не забываем и о том, что украинские и британские военные регулярно проводят совместные учения – Сибриз, Рапид Трайдент и другие. Можно вспомнить, как скрипели зубами российские пропагандисты, когда писали об учениях в провластных СМИ или вещали из зомбоящика. Особенно подгорало у россиян от военных учений объединенные усилия 2020. Две с половиной сотни британских десантников вылетели на самолетах С-130 «Геркулес» с аэродрома в Британии и высадились в Николаевской области. Вскоре на этом же полигоне появился на самолетах Ил-76 и Ан-26 украинский десант. Кроме того, тогда в Херсонской области десантники из двух стран тренировались захватывать плацдарм и форсировать реку. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко отмечал, что бурление, которое по этому поводу поднялось в российских СМИ, подтверждало, что эти совместные учения очень хорошо зашли и очень беспокоили власти России. Лондон также помогает Украине в развитии военно-морских сил, предоставляя украинским морякам обучаться на британских военных кораблях. После того, как Путин решился на полномасштабное нападение, украинцы четко увидели, кто из других стран мира действительно является нашим надежным партнером, а кто только на словах. Великобритания наряду с Польшей, Канадой, США и странами Балтии резко осудила зверства расистов в Украине, ввела новые санкции и оказывает Украине экономическую и военную помощь. Уже во время войны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приезжал с визитом в Киев, привозил помощь и выражал украинскому народу слова поддержки на украинском языке. Сколько бы россияне не потешались над его прической, Боря оказался политиком со стержнем и, в отличие от многих своих визави из других стран, не боится противостоять Путину. Мало того, во время своего последнего визита он предложил президенту Украины создать новый международный альянс, который будет противостоять России и станет альтернативой Евросоюзу. Российские СМИ, пиар-обслуга Кремля и Путина тут же впали в истерику, заявив о том, что существование РФ под угрозой. И их опасения не безосновательны. Сами виноваты. Не нужно было нападать на Украину. Тогда бы и жили совершенно спокойно. Война, развязанная Россией, рано или поздно закончится. И не победой путинского режима. А у Британии и Украины сотрудничество будет расширяться как в военное, так и в мирное время. И глядя на поддержку Лондона Украины в столь тяжелое время, можно сказать только одно. Боже, храни королеву. Если бы у Украины было побольше таких друзей, то Орда даже и не подумала бы сунуться на украинскую землю. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддерживайте нас на Патреон. Это помогает авторам развивать канал. Кроме этого, можно воспользоваться новой функцией Ютуба – спонсорство. Кнопка «Спонсировать» есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»!